здравствуйте хочу представить распаковку обзора то у меня пришел кубот нова заказывался у меня как по обыкновению на пандау 3800 рублей сейчас сам дешевле цена колеблется 3 400 3 500 мне достался за 58 долларов ну сейчас можно за 52 53 доллара вполне купить этот аппарат шел 19 дней почты латвии трек у нас рм в 354 грамма посылка весила цвет у нас синий и посмотрим как выглядит в общем здесь никого поролона не пенопласта ничего здесь не положили что здесь интересного здесь у нас индеки 6739 3 кабайта оперативки 16 стройной пять с половиной дюймов у нас дисплей 1440 на 720 разрешение 8 мегапиксель основная камера интерполяция до 13 5 мегапикселей передняя интерполяция до 8 2 наносимки плюс отдельный слот обещан батарея 2800 ампер и замысловатая кубот у меня вообще первый аппарат на канале вот нова надписи вот на этой застежки у нас вот этим достоинства аппарата полтора гиль герца процессор здесь обещан вот остальные характеристики android 8 1 4g естественно у нас поддерживается снимаем сверху эту ламку открываем коробочку сверху у нас различная амкулатура лежит вот как видим две наносимки и отдельный слот для micro sd в комплекте у нас еще идет инструкция на различных языках зарядное устройство 5 вольт 1 ампер как от лигу у нас идет лучше видный шнурок usb микро юсб шнурок какой поролоновый кармашек чтобы все-таки побеспокоились упаковка фикс не вот сам телефон у нас сохранился заказывал синего цвета но он не совсем синий какой-то у нас такой сероватый можно сказать чехол в комплекте идет чехол у нас прозрачный все отверстия на месте там телефон как выглядит наклейка сверху технической у нас со всеми характеристиками аппарата давайте берем техническую пленку под ней у нас заводская пленка имеется ну и сзади вот какая-то наклеечка тоже и убираем давайте пройдемся по внешнему виду аппаратов спереди у нас пять с половиной дюймов 18 9 дисплей такие вот рамочки у нас имеется утопленный динамик передняя камера на 5 мегапикселей датчики приближения освещенности сверху нас три с половиной миллиметра джек разъем для зарядки слева у нас ничего справа у нас кнопка включения выключения сверху у нас регулировка громкости снизу нас справа динамик слива фальша решетка и вот такой у нас подметал заказ материал у нас пластик аппарат у нас полностью пластиковые сзади у нас такая окантовка крышки идет основная камера на 8 мегапикселей сканер отпечатков вспышка надпись кубот давайте посмотрим изнутри как все выглядит крышка в принципе снимается легко так аппарат внутри выглядит у нас две наносимки и микро везде отдельный слот за это конечно же респект 2800 миллиампер у нас батарейка так выглядит крышка как будут схожесть конечно с металлом сейчас китайцы так делают пластик что с виду похож на металл на самом деле это у нас пластик давайте включим аппарат сразу скажу что здесь уже тесты все установил протестировал аппарат экран у нас не от gs есть у нас прослойка но здесь нету инверсии в белесости кран у нас не уходит то есть вполне достойно выглядит вот такая заставка кубот аппарат у нас весит 157 и 8 грамм то есть около 158 грамм давайте посмотрим как у нас сканер отпечатков срабатывает в принципе неплохо засыпание здесь сканера я не заметил в плане все хорошо но здесь минус что у нас нету фейса иди может быть будут какие-то обновления не знаю но пока этой фишки здесь нету также у нас не убираются на экранные кнопки сверху на шторка с быстрыми настройками если режим энергосбережения посмотрим как фонарик светит в принципе достаточно для того чтобы замоченную скважину подсветить вот такие вот аудио профили есть аппарат у нас обновился из коробки это вот сейчас уже обновленный аппарат посмотрим что у нас внутри имеется есть угла сервиса fm-радио фото от google есть встроенный диспетчер файлов я поставил стороннюю галерею quick picture всем советую с 4pd она без рекламы вот это у нас максимальная яркость в принципе достаточно для бюджетного устройства это у нас минимальная яркость идем в настройки сеть интернет подключено устройство chromebook после обновления появился приложение уведомления думаю тут все стандартно по батареям имеется у нас график расходу режим энергосбережения уровень заряда батареи по экрану адаптивная яркость имеется расширенные настройки по хранилищу сейчас у меня стоит 4 игры 1295 занятые из 16 гигабайт около 2 гигабайт сейчас свободно изначально из коробки 511 гигабайт занято из 16 гигабайт посмотрим под систему четыре с половиной гига занято у нас имеется пункту распит он изначально включен из коробки я его включил даст фоновые процессы приложения фоне ускоряет работу приложения давайте послушаем звук улучшение звука усилитель громкости динамика стоит справа у нас динамик где-то на одной мелодии уже немножечко похрипывает динамик ну так в принципе можно было конечно погромче но динамик здесь такой средний можно сказать местоположение защита отпечатки пальцев можно ну еще добавить отпечаток есть пункт smart lock вот здесь у нас нету фейса иди где обычно он может прятаться брейкин light индикатором синего цвета вот здесь в правом углу светит одноцветный индикатор системе оказывать быстрые клавиши быстрый доступ камере для разработчиков пункт сколько у нас оперативки 3 гигабайта всего 1 и 1 гигабайт занята телефоне давайте беспроводное обновление проверю пользуйтесь последней версии пишет android 810 номер сборки куботного 8045 си версия 18 28 02 2019 а 28 февраля 2019 года если нажать кнопку меню у нас выходит диспетчер задача здесь по английски clear all очищаем смотрим как выглядит звонилка русского набора нету датчик приближения срабатывает все в порядке и появляется у нас запуск записи в плане громкости с разговорным динамиком все в порядке избе пути джи у нас не поддерживается это конечно же печалька вот у нас индикатор синего цвета посмотрим инженерное меню у нас банд моды 1378 20 бант имеется 82 то же самое тоже поддерживает второй слот 4g дайте поговорим о камерах камера у нас на 8 мегапикселей заявлено интерполяция до 13 фронтальная на 5 мегапикселей интерполяция до 8 и сенсоры стоят здесь непонятно такой стандартный медиатековский интерфейс как видим имеется у нас автофокусировка есть режим панорамы hdr такие настройки стабилизация имеется размер фото 13 мегапикселей имеется электронная стабилизация и с качество видео у нас 1080p смотрим что получилось принципе неплохо снимает по крайней мере макросъемка раз до 3 до 3 тестовое видео кубот нова 1920 на 1080 пишет 3gp что я пишет неплохо микрофон дайте поговорим по передней камере широкоугольная есть у нас фильтры различные есть режим hdr перейдем настройки размер фото 8 мегапикселей и с имеется в записи видео электронная стабилизация качестве видео на 720p давайте тестовый снимок в принципе и передние неплохо снимает для своей цены раза три раза три тестовое видео 1280 на 720 пишет 3gp тоже здесь все в порядке и 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 Кубот новая, качество видео HD 1280x720, проверка передней камеры, проверка видеозаписи, проверка стабилизации видео. Кубот новая, качество видео Full HD 1920x1080, проверка основной камеры, есть фокусировка тапом. И проверка также электронной стабилизации. Давайте пройдемся по скринам, по тестам. Тест Antutu 43896 попугаев, 5 точек Multi-Touch, еще информация Antutu MT6739 процессор, 1440x720 разрешение, видеоускоритель PowerVR GE8100, четырехъядерный процессор, 5,43 дюйма определяет, 320 dpi, еще информация, информация по AID, 3 габайта оперативки RPDDR3, 28 нанометровый процессор, 1,5 ГГц, еще информация по батарее, информация Device InfoHV, какой сенсорный экран здесь стоит, смотрим, по центральному процессору информация, по системе, по памяти, камеры уже смотрели, информация SensorBox, основные датчики у нас стоят, 1 см датчик приближения, освещенности, тест GPS, холодный старт, 1539 и 1540, 23 увидел и 14 в использовании, GPS здесь шустренький, ну вот и поддерживаются спутники GLONASS этим процессором. Доктор V-Plate, полная проверка, 0 угроз, тест батареи 3275, заявлено 2800, вот я в ноль просто разрядил аппарат и, может быть, чуть-чуть привирает сам тестер, но батарея здесь честная, и проверение видео по Wi-Fi через YouTube, средняя яркость 720p, 5 часов 28 минут, 5,5 часов, ну, в принципе, предполагаемый результат для этого процессора. Результаты теста 3DMark, смотрим Real Racing, 1440, 720 разрешения, 손иозады, С湯, Шустрень, Проверяем температуру дисплея, 36 спереди, 3 внизу, 30 в середине, 36 сзади. Смотрим модерн Кобот 5. Проверяем температуру дисплея, 41. 42.5 в правом углу, холдов танкс настройки низкие. Пробил. Проверяем температуру дисплея. 32 FPS. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 43,9. Сзади около 40-39. Смотрим PUBG. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Камеры для своей цены нормальные, хотя в Yumi Digi в том же, конечно, они покруче камеры. Динамики тоже, в принципе, в норме, но хотелось бы, конечно, мультимедиа погромче. Нет здесь вирусов, честная батарея. Есть отдельный слог под microSD-карт. Вот такой обзор. Это был Кубат Нова. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, будет много интересного. Всем спасибо, пока!